Лосенок, который пережил нападение одичавших собак, так и не вырос. Все силы ушли на выздоровление. К тому же малышка, с которой хищники заживо пытались содрать шкуру, мерзнет на улице. Теперь это домашний лось, в прямом смысле слова. Прогулка по коридорам реабилитационного центра для такого представляет определенную сложность. Проскочив мимо крокодила, лосенок упирается в клетку с лисой, шарахаясь от стеллажей с енотовидными собаками. Велес переполнен, поэтому ищет новых хозяев своим питомцам, тем, кто больше не нуждается в лечении. На выданье, например, конюки. Никто из этих четверых летать не может. Они поступили такие, просто там было уже не исправить ситуацию. То, что можно исправить и прооперировать, мы оперируем. А то, что уже неправильно сросшиеся переломы, чтобы сломать и заново срастить, в любом случае крыло будет короче, то есть это уже не для воли птицы, она там погибнет, не сможет добывать себе пищу. Конюк голосом и характером напоминает кота, ест мышей и птенцов. Повадки хищной птицы были бы интересны участникам экологических кружков. В очереди потенциальных хозяев у них приоритет. Смысл содержания, мы же не зоопарк, поэтому если найдутся хорошие руки для этих птиц, мы с радостью отдадим. Но это не квартира, это, скорее всего, даже не частное лицо, поэтому лучше все-таки это вот, ну, что-то общественное. Велесовцы уверены, что их птицы в плохие руки не попадут. Незаконным фотографам животные нетоварного вида неинтересны. За парком, к сожалению, тоже. Поэтому, как выяснилось, никакой очереди хозяев и нет. Так, например, не удалось найти дом волку, который наполовину собака. Мы уже как-то к нему привыкли, он уже наш. Супер активный, он сейчас серьезным стал, стал меньше баловаться. Но днем приходится на улице пристегивать, потому что работать, конечно, не дает. Он очень требовательный к себе. Внимание нужно ему уделять. Двери все перегрызет, если закрыть. Так что волк останется в Велесе, как, по всей видимости, и Геннадий Гражданский. Африканский крокодил, найденный на помойке на севере Петербурга. Рептилию с незначительным дефектом челюсти не берут ни в террариум, ни в семью. Волонтеры говорят, так обычно и бывает. Люди пока предпочитают творить добро чужими руками. Юлия Васильева, Михаил Марков и Олег Скоков. Вести Петербург из Ленинградской области.